Смерть Все мы решили, мы, в супруге взять сестру, а ныне королеву нашу, наследницу военных рубежей, со смешанными чувствами печали и радости, с улыбкой и в слезах. Нет, не видать от этого добра. Горацио! Горацио! Прочтение, принц! Что привело вас к вам? Мерещий принц. Расположение к линии. Ваш ураг не отозвался бы так о вас. И вы мне слуха лучше не терзайте поплёпами на самого себя. Я знаю вас, ничуть вы не ленивец. Зачем приехали бы вы в Синор? Здесь вас научат пьянство. Приехал. На похороны вашего отца. Мой друг, не смейтесь надо мной. Хотели вы сказать на свадьбу вашей матери? Да, правда, это следовало быстро. Расчётливость, Горацио. С похорон пошёл на брачный стол бирог поминный. Врага хоть не встретил бы в раю, чем снова в жизни этот день изведать. Прощай, сестра. Обещаю звонить вам почаще пиво коп, но в метре не ленись и вести шли. Не сомневаюсь в этом. Гамлетову вхаживание вздоров, считая их блажью и ушалостями крови, благоупание мига и того не более. Не более? Не более. Не более. Не более. Хорошо. Рост жизни ни в одном развитии мышц. Это ты говоришь? По мере роста тела в нём как в храме. Растёт уже не духа и ума. Пусть любит он сейчас без задних мыслей ничем ещё не запятнавший чувств. Подумай кто он и проникнись страхом. Не вправе он, как всякий человек, стремиться к счастью. От его поступков зависит благодетствие страны. Что я боюсь? Поэтому пойми, каким огнём играешься и сколько прибьешь горе из цида, когда ему поддашься и уступишь. Страшись, сестра Офелия, страшись. Осерегайся, как чумы влечения на выстрел от взаимности. Беги, пока наш раб ещё не скушён. Застенчивость, наш лучший опекун. Я своё случение твоё поставлю хранителем души. Но, милый брат, не скушай меня, как злобный пастырь, который хвалит нам тернистый путь на небеса, а сам, вон смотри, в разрез советом повесничает на стезях греха. Он не краснеет, он не краснеет. Ты за меня не бойся. Ой, правда? Да. Ой, там вот и наш отец. Папа! В войне благословиться дважды блага, опять проститься. Новый случай нам. Всё тупое, стыдился право, в путь, в путь. Папа. Давай, давай, давай. Папа. Встань под благословением. Папа. Та-дам! И заруби-ка вот что на носу. Так. Так. Заветным мыслям не давай, детский. Несообразным ходу не давай. Да. Будь прост с людьми. Ну, не запомни брата. Старайся беречься, драк. А сцепишься, берись за дело так, чтобы береглись другие. Всех слушай, но беседуй редко с кем. О, это мне нравится. Ну, хорошая физическая форма, как и папа. Терпи их, но прячь свое суждение. Рядись, во что позволит кошелек. Не занимай, не сужай. Сужай, лишай всеми денег и друзей, а займы прикупляют бережливость. Всего превыше! Верим, будь себе. Тогда как утро следует за ночью, последует за этим верность всем. И это отнимает, не шутя, какую-то существенную мелочь. В наших делах достоинство заслуг. Бывает словом, что пустой изъян. В роду ли, свой ли губит человека. Во мнении всех, будь доблесть и его, как милость божьей. Чистый и несмертный. А все от этой глупой капли зла. И сразу все добро идет в насмарк. В насад, принц. Принц, 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 принц. Вот вы. Святитель небесный спаситель. Благо ли дух ты? Или ангел зла? Дыхание, рая, ад и туновение. К вреду или к пользе помыслы твоих. Я озадачен так таким явлением, что требую ответа. Отзависные эти имена. Отец мой. Гамлет. Король. Властитель. Татский. Отвечай. Зачем на преданных земле костях разорван саван? Чем объяснить, что бездыханный труп ты движешься, обезобразив ночь и нам? Простейшим смертным так страшно потрясаешь существо загадками, которым нет разгадки. Он подал знак. Я это, дам от этого отсечь, что прав. У тех же мыслей? Да, справдоподобно. С ничью путеводной я под землей до правды доберусь. А вот так, как это нам проверить? А очень просто. Он бродит здесь часами напролет по галереи. Я дочь к нему отправлю в этот час, а мы вдвоем, вдвоем за занавеской станем. И если это не любовь, и не любовью он болен, ну я тогда не знаю, я не советник, а держу заезжий двор. Ну что ж, понаблюдаем. Моя королева, дойдемте. Дойдемте. Как проживает лорд наш гамлет? Спасибо, хорошо. Милорд, вы меня узнаете? Ну да, вы этот. Йорик, музыкант. Нет, что вы такое? Ну тогда вам не мешало же быть таким же честным. Честным, милорд? Да, сэр, быть честным по нашим временам значит быть единственным из десяти тысяч. Вы совершенно правы, милорд. Вы что уж там говорить, если даже такое божество, как солнце, плодит черви, ласка и лучами падали. У вас есть, дочка? Есть, милорд. Ну вот что, не пускайте ее на солнце, не зевайте, приятеля, каково. Нет, нет, да и свернет на разговор о дочери. А дальше не узнал. Музыкант говорит, да катились. Нет, ну конечно, тоже в свое время натерпелся от любви, но не на такой же стиле. Так, попробуем еще разочек. А что вы ловите, милорд? Рыбу? А где? Где-где? В ведре? А, ну конечно, конечно, в ведре. Милорд, а вы не находите это странным? Странным что? Ловить рыбу в ведре. Причем, если учесть, что отсутствие ведра, отсутствие вообще какого-то водоема. Ну и не находите странным отсутствие удочки у вас в руках, в принципе. Подержите. Ну, я настаиваю. Нет, мне кажется странным отсутствие в мире духовности и добродетелек. По счастью, наше счастье не натянута, как струны. Мы не верхи на колбаке портуны, нет. Но так же не низу ее подошвы. Не то, не это, принц, не то, не это. Мы как грибы, слетят на бабшу, е под дочек. Фу, это же превосходно, что нового, начните поезд. Ничего, предсказано того, что вы поедете, союз. Забыться и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи решений, присущих телу, это и не цель желанная. Скончаться. Сном забыться. Уснуть. И видеть сны. Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят. Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет несчастье в нашем жизни на столько лет. А то, кто снес бы унижение века, неправду угнетателя, вельмож занощивость, отринутое чувство, нескоро суты более всего насмешки, недостойных над достойными, когда так просто сводят все концы, куркая лезонитное движение. Кто бы согласился, кряхтя под ножик жизненный, плестись, когда бы неизвестность после смерти болезнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла воли. Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомым и стремиться. Так всех нас трусов превращает мысль и вянет, как цветок решимости наша в бесплодии умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, начали обещавший успех от долгих отлагательств. Мы довольны. Мы довольны.